Владимировка. Первоначальное название хутор Криница. Село Лискинского района. Еще в середине 18 века жители села Колыбелки, находящиеся на правой стороне дона и принадлежавшие помещикам Тевешовым, поставили на левом берегу реки скотоводный хутор. Он отмечен на карте 1780 года. Хутор помещался у ручья, вытекающего из родника. По-украински такие ручьи называли Криницами и именовался Криницей. Рядом было много свободной земли. К концу 18 века в этот хутор стали переселяться другие крестьяне из Колыбелки. Сюда же пришли казаки и однодворцы из села Яндовище землянского уезда и села Подклетное Воронежского уезда. На первых порах Тевешовы предоставили здесь переселенцам вольную жизнь, не обременяя барщиной и давая им окрепнуть. Потом их закрепостили. В то же время хутор Криница стал именоваться Владимировкой по одному из владельцев, Владимиру Николаевичу Тевешову. Расположена Владимировка на левом берегу реки Дон, 65 километрах от города Лиски. Входила в состав Острогорского уезда. После того, как помещик Тевешов построил здесь в 1796 году Богоявленскую деревянную церковь, хутор Криница стал называться селом Владимировка. В 1872 году была построена каменная Казанская церковь. В 1900 году во Владимировке имелось одно общественное здание, земская школа и четыре лавки. В годы Первой русской революции крестьяне села Владимировки выступили против угнетателей. 25 июня 1906 года они на сходе вынесли общественный приговор, в котором сами определили плату за землю, получаемую в аренду у помещиков. Помещики отказались выполнить требования крестьян. Тогда Владимировцы собрались большой толпой, угрожали разгромить экономию соседних помещиков и волнение крестьян было подавлено прибывшим в село отрядом Драгун. С июля 1942 года по январь 1943 года Владимировка входила во фронтовую полосу. Население было эвакуировано в Бобровский район. На окраине села Владимировка находится памятник археологии, курган, могильник II век до н.э. По благословению главы Воронежской митрополии, высокопреосвященнейшего Сергия, митрополита Воронежского и Лискинского, в селе Владимировка восстанавливается храм в честь Богоявления Господня. Реставрационные работы курирует председатель Епархиального консультативно-экспертного совета по реставрации и строительству протеерей Федор Бажанов. О создании храма история сохранила для нас довольно подробные сведения. В середине XIX века Слобода становится волосным центром с населением свыше 3000 человек. Рост населения привел к необходимости постройки нового храма, так как прежний уже не мог вмещать всех богомольцев, собиравшихся на богослужения в великие праздники. В 1871 году поступили первые пожертвования и решено было воздвигнуть новую каменную церковь с трехъярусным иконостасом, вмещавшую до 1000 человек. Уже в 1893 году, накануне окончания постройки нового храма, состоялось великое и редкое событие для скромной Слободы. 30 августа Богоевленский храм посетил Анастасий, епископ Воронежский и Задонский. 30 октября того же года было совершено освящение храма в присутствии самого Полякова и многих приглашенных почетных лиц. Прежняя деревянная церковь, по-видимому, не была к тому времени, в 1893 году, разобрана, так как в справочном указателе населенных мест Воронежской губернии за 1900 год есть информация о наличии в Слободе двух храмов. На сегодняшний день деревянная церковь утеряна, данных о ее судьбе не сохранилось. На начало 20 века приход составлял 1402 человека при 193 дворах. По статистике 1910 года при храме числилось только мужеского пола уже 1063 прихожанина. Что происходило с храмом и церковным причетом в годы революции неизвестно. Информации в архивных документах крайне мало. В советский период Богоявленский храм использовался в качестве зернохранилища. Алтарь был разрушен и вместо него сделаны ворота для въезда транспорта. После перестройки в 90-х годах администрация колхоза села Владимировка решила возродить храм. Были восстановлен алтарь, сделана новая кровля и проведен косметический ремонт фасада. К сожалению, работы были неожиданно остановлены и, соответственно, не были завершены. В 2011 году в селе стала возрождаться приходская жизнь и началось постепенное и планомерное восстановление храма. Община насчитывает около 20 человек. По большим праздникам в храме начали совершаться молебны, которые собирают до 100 верующих. На данный момент, на 2021 год, храм практически восстановлен. В настоящее время во Владимировке имеются средняя школа, фельдшерско-акушерский пункт, почтовое отделение, действует церковь. Население на 2011 год составляло 458 человек. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok